ФМ на Дону. Хорошая ФМ. 100 и 7 ФМ. Главный врач Центра междисциплинарной стоматологии и эстетики, эксперт в области нейромышечной стоматологии и ночного апноэ, Дентал-СПА Елена Ведерникова. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. И наш эксперт Александра Шитова, начальник управления микрофинансовой деятельности Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства. Здравствуйте. Александра, здравствуйте. Как и в телевизионной версии ток-шоу на канале Дон-24, которая выйдет сегодня в 19.30, мы будем говорить о производстве, не о производстве, а будем говорить о стоматологических услугах. И, собственно, о том, как можно заработать, как можно выжить в кризис. Задавать вопросы нашим гостям можно по телефону прямого эфира, 200 ровно, 25.19, мы их начнем принимать буквально через 5 минут. Ну, собственно, интересно узнать, насколько у нас развит рынок стоматологических услуг, есть ли свободные форматы, ниши или вообще конкурентен ли рынок? Вот, Олег, давайте начнем с вас. Я считаю, что так же, как и все рынки, рынок стоматологических услуг делится на премиум-сегмент, бизнес-сегмент, эконом-класс. И я считаю, каждая стоматология находит свою нишу. Те, кто решил работать в премиум-сегменте, ну, наверное, я бы сказал, у них самая большая конкуренция в Ростове, особенно во время кризиса, который есть у нас сейчас. Но кризис ощущается. Конечно, кризис ощущается, ощущается он во всех сферах. Мы видим это по падению количества пациентов. Елена, согласны ли вы с Олегом в этом плане? Ну, наверное, я, скажем так, свое мировое ощущение и свою позицию. Мне кажется, что к кризису я, наверное, готовилась всю жизнь, и поэтому для меня это, скажем так, норма. То есть, когда я должна бежать и быть лучшей, и не то что там кого-то догонять, а наоборот опережать. То есть, мои технологии, которые используются в нашем центре, они, скажем так, находятся вне конкуренции. И у меня достаточно большой поток пациентов идет из других городов, из регионов, даже если за границей. Много москвичей приезжает. Нейромышечная стоматология на сегодняшний день – это стоматология будущего, которая не просто там видит человека на уровне пломб, коронок, а рассматривает как общую целую, где есть и мышцы, и суставы, и осанка, то есть и головные, и шейные боли. То есть, мы все уделяем внимание. А зачем в Ростов приезжать из-за границы, из Москвы? Вот в чем разница? Там же наверняка тоже есть стоматологические клиники. Да, есть стоматологические клиники и в Москве, и в Санкт-Петербурге, но достаточно цена высока на это лечение. Поэтому здесь мы являемся, скажем, той нишей, куда могут пациенты приехать. Вот у меня сейчас есть пациенты из Волгограда, которым ближе даже в Ростов приехать, чем в Москву. Потому что лечение в Москве достаточно дорогое, и у меня они могут себе позволить это. А из чего складывается тогда, получается, стоимость лечения? Я так понимаю, что материалы-то у всех примерно одинаковые, и они, собственно, не наши, не отечественные. Вы закупаете? Здесь мы говорим уже даже не о материалах, а мы здесь говорим об знаниях, о знаниях. То есть те знания, которые мы получили на базе Бостонского института эстетической стоматологии, они, скажем так, бесценны. Двухгодичная специализация и именно подход, еще раз говорю, не только на уровне пломб и коронок, а именно здесь смотрится, как смыкается зубочелюстная система, как работают суставы их, как работают мышцы. То есть здесь оборудование, которое будет делать миографию, гнатографию, движение челюсти. И уже в этой концепции происходит или протезирование, или лечение, или ортодонтическое восстановление. Поэтому это, скажем так, не то что молодое, а более, ну, высшая степень оказания помощи. Ну вот, Олег, у нас начинающий предприниматель, хотя стоматолог со стажем, как я понимаю. Вот почему именно сейчас решили открыть свою клинику стоматологическую? Действительно, у меня сложилась такая ситуация, что практикующим врачом я работаю около 20 лет, и только полгода назад мы решили открыть частную клинику. Наверное, всё-таки кризис подтолкнул к этому, к открытию клиники, когда уже понимаешь, что всё-таки нужно делать что-то своё, и ты видишь результаты своего труда, видишь пациентов, которые благодарны тебе за твою работу. Ну, понятно, благодарность пациентов, всё хорошо, но сам по себе-то кризис, он не напугал? Вот откуда, собственно, взяли средства на то, чтобы стартовать? Вот как вообще был для вас какой-либо, может быть, бизнес-план? С чего вот стартовали? Бизнес-план, он был, но он был в голове. Ну, конечно, мы, нужно признаться, ошиблись стоимостью, потому что мы попали в самый, наверное, пик. Мы начинали год назад, когда пошла эта скачка доллар-евро, нужно было закупать оборудование, не было понимания, сколько может стоить ремонт, ремонт в стоматологии – это очень специфичная вещь, она очень индивидуальная, связана, то есть ремонт затрагивает все сферы помещения, это и создание приточно-вытяжной вентиляции, создание водоснабжения, канализации в стоматологическом офисе. Конечно, были ошибки на этапах ремонта, деньги были свои собственные, в этом, наверное, нам повезло, что нам не придется отдавать, не пришлось брать никаких кредитов. Ну, в общем, понятно, в общем, бизнес-план лучше было составить, вот теперь вывод, да, из этого всего можно сделать. Мы понимаем, да, что нужно было составить, может быть, хотя бы нужно было у кого-то спросить, что-то мы, конечно же, забыли, но все-таки мы смогли открыться и работаем, и, в общем-то, не жалеем, что так все произошло. Елена, а у вас как было с открытием, почему решили, собственно, в эту сферу прийти, и был ли у вас бизнес-план, вот как вы стартовали? Ну, наверное, первый мой, скажем так, кабинет, это был, естественно, без бизнес-плана, потому что, когда мы врачи, мы не думаем о том, что мы можем быть предпринимателями. В какой-то момент, когда, наверное, наступает точка кипения, точка невозврата, ты понимаешь, что нужно принять решение и вот именно сделать этот шаг вперед. Поэтому, конечно, сначала бизнес-плана не было, но мне кажется, что для кабинета, то есть для предпринимателей, которые вот молодые, если им помогут специалисты, это будет вообще, скажем так, на раз-два. Но для маленького кабинета достаточно будет просто все посчитать, и я решила, скажем так, не откладывать в долгий ящик, а создать свой кабинет, мой первый был кабинет, у меня была небольшая сумма денег, остальные были заемные. То есть я обращалась с твоим друзьям-знакомым, которые мне помогли. И так, вот, скажем так, мой был небольшой стартап. Ну, собственно, я так понимаю, что у нас на телефонной линии сейчас есть Екатерина Соловян, это бизнес-тренер, и она, в принципе, знает, как лучше составить бизнес-план. Ну, интересно узнать ее мнение. Вообще бизнес-план вот для такого даже маленького стоматологического кабинета, он нужен? Или все-таки действительно лучше вначале стартовать, наработать клиентскую базу, и потом уже, если для дальнейшего развития, уже бизнес-план, собственно, составлять? Алло. Да-да-да, Екатерина. Добрый день, Вартан. Здравствуйте, гости. Да, вопрос услышали или еще раз повторить? Повторите, пожалуйста. Да, смотрите, вот, в принципе, бизнес-план, да, для начинающего предпринимателя, для стоматологической клиники, ну, для кабинета небольшого, он, в принципе, нужен? Или можно уже потом, когда наработали клиентскую базу и дальше начали развиваться? Вот бизнес-план на каком этапе нужен? Кто может помочь его составить? Бизнес-план нужен на этапе идеи. Бизнес-план позволяет вашу идею превратить в работающую или неработающую, бизнес-план это как раз таки и покажет, бизнес-модель. В моем опыте осуществления предпринимательской деятельности я именно с этого и начинала, когда открывала в свое время учебный центр. Но очень не хватает знаний, как правило, не хватает информации о том, как правильно составить бизнес-план. Сегодня услугу по составлению бизнес-плана оказывают многие компании по сопровождению бизнеса. По бухгалтерскому сопровождению, кадровому. Их огромное количество. Но я вам хочу сказать, что гораздо лучше знает бизнес именно тот человек, который его создает. Поэтому рекомендую каждому предпринимателю, знающему хорошо свое дело, самостоятельно писать бизнес-план. Этому легко научиться. Этому учат в вузах, но не все студенты слушают. Эту услугу можно получить также при поддержке государства. Ведь государственная поддержка, она достаточно обширная. Это может быть финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка в том числе. Ранее департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, ныне Министерство финансов, работает серьезно в пользу поддержки малого и среднего. Организовываются консультационные центры, и даже там приторгово-промышленной палате нужно получить консультацию, получить возможность составить бизнес-план при помощи, при поддержке объектов по поддержке малого и среднего бизнеса. Екатерина, спасибо большое. Но, в принципе, по бизнес-планам понятно. У нас, кстати говоря, в студии есть же еще, пока скромно молчит Александра Ашитова, начальник управления микрофинансовой деятельности Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства. И вот по поводу финансовой поддержки, вообще поддержки. Ведь и вы можете помочь начинающим предпринимателям, и начинающим стоматологам предпринимателям. Мы можем помочь, конечно, не только финансово. Наше предприятие оказывает в том числе информационно-консультационную поддержку также при содействии правительства Ростовской области и Министерства экономического развития. В том числе к нам можно обратиться также за консультациями по написанию бизнес-плана. Ежемесячно у нас в Муниципальном центре развития предпринимательства по адресу Максима Горького, 151, проходят курсы для начинающих предпринимателей. Эта услуга оказывается безвозмездна. Воспользоваться ей могут как начинающие, уже зарегистрировавшиеся предприниматели, так и граждане, которые только желают открыть свое собственное дело. Эти курсы длятся в течение трех дней, и на них будет возможность получить основную информацию об основах бухгалтерского налогового учета, правовых, кадровых, в том числе формах финансовой поддержки, и также один день целый будет посвящен основам бизнес-планирования. Потому что, безусловно, бизнес-план – это один из основных инструментов, который позволяет оценить эффективность любого проекта. Бизнес-план могут писать не только начинающие предприниматели, но и уже действующие, начинающие новый проект, новый вид деятельности, открывающие какую-то дополнительную точку, то есть не только на стадии начала, но и на стадии развития. Также бизнес-план, скорее всего, будет необходим при обращении за кредитами и займами, потому что кредитору необходимо будет оценить перспективу данных финансовых вложений. Нужно быть готовым к тому, что бизнес-план, в принципе, должен быть построен грамотно для того, чтобы он мог дать кредитору возможность оценить эффективность этого проекта. Также и мы, оказывая финансовую поддержку, возвращаясь к вашему вопросу, просим наших предпринимателей подготовить бизнес-планы, если речь идет о начинающих, для того, чтобы мы, собственно, могли понимать о том, как этот бизнес дальше может развиваться. Ну, скажите, вот от идеи до открытия непосредственно клиники, это примерно сколько уходит? Давайте, может быть, к вам вопрос. Ну, от самой идеи до открытия клиники может быть 3-4 месяца, и может быть, например, год-полтора, в зависимости от того, какую вы клинику хотите открыть. Если это будет какое-то простое решение, то лицензирование занимает в районе 2-3 месяцев. Если уже человек четко знает, прочитал СанПин, знает, какие нормы помещения должны быть, какое должно быть оборудование, то есть, ну, подготовка должна быть, естественно, то этот процесс недолго занимает. Если это, конечно, будет более уже глобальный проект, то, соответственно, он требует уже больших временных затрат. Алек. Что касается себя, могу добавить, мы открылись полгода назад, и хочу сказать, что всего у нас ушло примерно полгода на открытие. Саму лицензию мы получили примерно за 2 месяца, но для того, чтобы подавать на лицензию, нужно было сделать огромный комплекс мероприятий, касающихся строительства клиники, ремонта, проведения в порядок всей документации. И что хочется отметить, что у нас так получилось, что мы были полностью готовы к подаче на лицензию, все у нас соответствовало нормативным документам, и службы, которые в настоящее время отвечают за выдачу лицензии, очень хорошо сейчас работают, все у нас прошло достаточно гладко, так как мы были к этому готовы, оперативно решают проблемы лицензирования. Именно на лицензию ушло всего 2 месяца. А вложения первоначальные, как долго вы, собственно, окупали, окупаете? Конечно, мы еще их не окупили. Начиная эту работу, мы думали, что примерно через полгода выйти на какую-то окупаемость, но сейчас мы понимаем, что, может быть, уйдет год, а может быть, даже и больше. Нет, на самом деле, нет четкого понимания, когда закончится кризис и когда будет, скажем так, более платежеспособное население, чтобы пользоваться услугами на том высоком уровне, который мы предоставляем. Я считаю, что здесь очень важно грамотное финансовое планирование, и человек, если понимает ту точку, куда он собирается идти, тот путь он уже себе чертит, что в этот месяц он должен заработать столько-то, в другой он должен заработать столько-то, так он потратит на свою рекламу, это он потратит на развитие своих сотрудников, сделать какие-то соревнования между своими врачами, между своим персоналом. Это все стимулирует. И я считаю, что здесь не нужно думать о кризисе, а думать о том, как мы должны быть лучше других и чем мы должны отличаться. И таким образом, я считаю, что окупаемость клиники, просто я сейчас вот в мае открываю новую клинику, dental spa, то есть вот у меня просто бизнес немножко был такой же, но мы переезжаем в новое место, на Пацаева 18, у меня большой там. Ну, то есть вы закрываете другую клинику и открываете новую? Да, я считаю, что срок окупаемости будет год-полтора максимум, ну, до двух лет. Несмотря на кризис? Несмотря на кризис. А основные статьи расходов вообще от вашего бизнеса, на чем, может быть, можно сэкономить, на чем экономить не стоит? Вот, Елена. Я считаю, что ни в коем случае нельзя экономить на образовании, потому что образование – это вечные ценности. Нельзя экономить, наверное, на персонале, который мы подбираем, который мы учим и который мы должны выращивать. То есть именно это люди самым являются ценным фактором. А вот экономить не стоит, наверное, на рекламе, потому что реклама – это наш путь продвижения нашего товара, наших услуг. Ну, а сэкономить можно, наверное, на каких-то пустых тратах, без которых можно обойтись. Ну, ни в коем случае нельзя экономить на комфорте наших клиентов. То есть это первое степенное внимание должно занимать. Олег, ваше мнение? Елена, действительно, очень верно подметила, что самое дорогое в стоматологии – это, наверное, не оборудование, не материалы, а это голова и руки врача. Потому что бывает на выращивание специалиста уходит не год и не два, а больше времени. Поэтому самое всё-таки затратное – это специалисты в стоматологии. Мы на своё образование тратим очень большие средства. Ведь мы учимся в основном за границей. Все курсы, они довольно дорогостоящие. Также мы никогда не будем экономить на материалах, на оборудовании. Для того, чтобы оказывать максимально качественные услуги нашим пациентам, здесь экономить нельзя. Но по поводу сотрудников. Вот вы их вырастили. Они же могут точно так же открыть собственную клинику. Каким-то образом вы себя от этого можете обезопасить? Какие-то договоры, ещё что-то с ними? Может быть, договариваетесь в бизнес? Договор имеет всё равно какой-то конечный временной промежуток, и он всё равно когда-то закончится. Мало того, в договоре даже написано, что если сотрудник хочет уйти раньше времени, то он должен компенсировать эту затратную часть, которая была на его обучение внесена. Удержать сотрудника, я думаю, что здесь можно, наверное, другими способами. Сделать ему достаточно хорошие приемлемые условия для работы в команде. Сделать ему, скажем так, возможности роста профессионального. Это поможет сотруднику чувствовать себя комфортно, и возможно, что работа его в команде ему принесет больше удовольствия, нежели он сам. Я напоминаю телефон нашего прямого эфира, 200, ровно 2519, и у нас есть звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Александр. Здравствуйте. Мне бы хотелось задать вопрос Олег Валерьевич. Я много слышал про этого доктора знакомых, хотел сам к нему попасть по предыдущему месту работы, на консультацию, но как-то не завалилось, хочется поздравить, что у него стою дело. Вот виниры и имплантанты интересуются. Как вот сейчас складывается ценовая политика, вот как вообще при нынешних, так скажем, условиях хотелось бы услышать. Будут цены подниматься, не будут, или они смогут как-то сдержать на этом уровне вообще? Спасибо, Александр, за этот вопрос. Конечно, вопрос ценообразования в стоматологии очень сложный. Мы сталкиваемся с той проблемой, что все материалы, которые мы работаем, они все импортного производства, и за последние полгода стоимость материалов выросла в 3-4 раза. Тем не менее, мы в своей клинике пытаемся удерживать цены на том уровне, как мы открывались полгода назад, при этом без снижения качества. Но если этот вопрос может быть адресовать и Елене, Елена, что скажете по поводу материалов? Сейчас удается сдерживать? Да, мы, во-первых, скажем так, ищем пути, где минимизируемые расходы. Может быть, некоторые сотрудники на себя берут больше функций, выполняют, это тоже минимизация идет. Естественно, образовательная часть здесь тоже, скажем так, минимизируется, потому что кто-то из сотрудников обучается каким-то навыкам, не обязательно, мы должны приглашать специалистов со стороны. И мы тоже стараемся не поднимать цены. Ценовая политика находится приблизительно на одном уровне, там плюс, минус 5-10%. То есть, где-то мы можем чуть-чуть поднять, где-то чуть-чуть добавить. Но в основном, урезая где-то, может быть, свои амбиции и свой доход, все равно идем, скажем так, ведем такую политику, чтобы было комфортно нашим клиентам. У нас есть беспроцентная рассрочка, у нас есть какие-то предложения, которые могут быть, там, сезонный характер иметь. Ну, вот клиентоориентированность у нас на первом плане. Но по поводу помещений, все-таки лучше центр, там, спальные районы, где лучше открываться, вот начинающему, по двух словах. Давайте я отвечу. Но я считаю, что, наверное, там, где себя комфортнее чувствует врач, потому что есть ряд клиентов, которым удобно лечиться в центре, а есть ряд клиентов, которым удобно лечиться в спальных районах. И я думаю, что здесь можно в любом случае подстроиться под своих клиентов и выстроить свой график. Парковочные места, естественно, более доступны в спальных районах. Центр может быть немножко там переполнен стоматологиями и другим бизнесом. И, ну, вот, на мой взгляд, стоматология – это достаточно такая личная сфера. И когда ты идешь, скажем так, в толпе и видишь стоматологическую клинику, ну, никак здесь не предосполагает какое-то состояние комфорта и спокойствия. То есть, у меня даже центр называется «Дентал-спа», потому что здесь я стараюсь уделить больше внимания именно комфорту и уюту своих клиентов. Ну, и, к сожалению, время подходит к концу, и хотелось бы услышать ваши советы начинающим предпринимателям, какими качествами, в принципе, они должны обладать. Вот, Елена, давайте с вас начнем. Я, скажем, хочу порекомендовать будущим предпринимателям в первую очередь внимательно читать все договора, изучать документацию, читать СанПИНы, быть законопослушными гражданами и стараться все делать так, как будет комфортно всем. Олег? Я думаю, нужно, во-первых, любить свою работу, быть профессионалом в своем деле, тогда все получится. Александра, буквально. Ну, я как человек не связанный с врачебной профессией, могу дать один совет начинающим предпринимателям, быть готовым взять на себя ответственность за безопасность и здоровье своих клиентов. Спасибо всем нашим гостям. Я напоминаю, сегодня у нас в студии были главный врач стоматологической клиники Эверест, кандидат медицинских наук Олег Волжин, главный врач Центра междисциплинарной стоматологии и эстетики Дентал-спа Елена Ведерникова и Александра Шиотова, начальник управления микрофинансовой деятельности Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства. Продолжение следует...